Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. 20 часов на студийных часах Медиа Информ. Я рад вас приветствовать и сразу представляю моего гостя Ярослав Католик. Человек с уникальной, с редкой фамилией, но как минимум двоих таких в Одессе знают. Здравствуйте, Ярослав. Общаемся, Ярослав политолог, и общаемся о том, что у нас вот первые большие-большие такие результаты у нас. На старт выбрались мэры. Надо признать, вчерашний информационный день для нашего брата-журналиста был подобен, ну я не знаю, что-то среднее между цунами и, я не знаю, мордировкой на уровне Перл-Харбор. Вот, потому что день был очень насыщенный, много всего повысилось, посыпалось, то есть концерт Белгород-Днестровский, Маккейн, туда привезли Маккейна, и вот на всем этом уровне у нас вдруг резко начали, ну скажем так, не самые очевидные фигуры заявлять о том, что они будут баллотироваться на пост городского головы. Чтобы я не говорил и не забалтывал, давайте возьмем за базу, да, вот на сегодняшний день можно сказать, что в фокус-группе пока, во всяком случае пока, называют пять человек в разной степени. Это действующий, естественно, мэр Геннадий Труханов, Эдуард Гурвиц, появился на старте, вчера появились на старте в один день Сергей Кивалов, Боровик, ну и Светлана Фабрикан, как человек, который давно в политике. Пока называют это, но есть другие кандидаты, я не хочу их обижать, но это как бы пока вот общее мнение, то есть там посмотрим, как будут бежать, потому что, может быть, там и другие кандидаты, там и Бриль, и господин Волошенков доберут по рейтингам. Но давайте пока рассматривать этих пяти. Согласны ли вы с такой оценкой, что вот фокус-группа пять и ваше первое впечатление от вчерашнего дня? Ну, у меня, так же, как и, наверное, у журналистов, было просто, ну скажем так, шок, потому что я не ожидал, что Кивалов все-таки выдвинет свою кандидатуру, это очень серьезно изменило всю политическую конфигурацию в городе, все карты, я так понимаю, кто как делал ставки, то есть все очень поменялось серьезно. И для меня это было тоже во многом неожиданно, и это очень интересно теперь. Если раньше было все как-то для меня, по крайней мере, как-то так не очень интересно, я не думал, что будет какая-то интрига, в основном во втором туре, то сейчас стало гораздо более интересно, как пройдет первый тур, и все кандидаты будут очень серьезно работать в первом туре. То есть уже даже не откладывая на потом. А по поводу пятерки, я думаю, что абсолютно справедливо это было сказано, что вот эти вот пять кандидатов, они, по крайней мере, сейчас с наивысшим рейтингом, у них лучшая стартовая позиция, и они сейчас все готовы начать бежать. Кто-то уже побежал раньше, можем говорить о фальстарте, кто-то выдержал эти сроки, я-то понимаю, кто-то решил в последний момент идти или не идти, и поэтому раньше не начинал работу. Ну вот пока да, вот эта пятерка сейчас в фокусе, они к ним больше всего внимания и больше всего ожиданий, как же они начнут действовать. Ну, если с действующим мэром и с Эдуардом Иосифовичем все понятно, я не помню, с первых выборов, чтобы Гурвиц пропускал хоть одни выборы, тут все понятно, все логично, все достаточно ожидаемо. Можно понять, что определенные дополнительные амбиции появились у Светланы Фабрикан, которая там много избиралась в городской совет, была депутатом Верховной Рады, и сейчас считает, что может попробовать себя. Давайте попробуем разобрать, то есть, на ваш взгляд, по каким причинам выдвинулись Кивалов и Боровик? Ну, на самом деле, говорить о причинах достаточно сложно, потому что они сами не говорили. Ну, скажем, политологические предположения, я не говорю о причинах, да, вместо них говорить не будем. Да, по поводу Боровика, ну, мне кажется, что Александр Боровик, он выдвинулся, я даже не думаю, что он по своей инициативе, я так понимаю, что его попросили, потому что мы слышали о том, что окружение президента пыталось каким-то образом смотивировать самого Михаила Саакашвили баллотироваться на этих выборах, он отказался, ну, и, по моему мнению, абсолютно правильно сделал, и встал вопрос, а кто же поведет список блока Петра Порошенко на местные выборы? Это раз, и, соответственно, на кого же сделать ставку они в этой ситуации на мэра? А поскольку они никого выдвинуть не могли, потому что к ним сразу возникли бы вопросы, что вы президентская партия, вы управляете всей страной, у вас нет людей, которые, ну, занять такой ответственный пост, то есть это с одной стороны, с другой стороны поставить человека, которому у избирателей, у журналистов, у общественников были бы вопросы, там, касательно репутации, возможно, какие-то коррупционные, там, шлейф предыдущих действий, это было бы дискредитацией. Поэтому, вот, я думаю, исходя из такой ситуации, они приняли решение выставить хоть кого-то, у кого более-менее приличная ситуация, и вот, исходя из этого, уже просто, вот, надо кого-то поставить. И тут кандидатура Александра Боревика очень хорошо вписалась, он хорошо попадает в этот, как раз в этот, вот, ожидание, которое ему ставится. Вот с ним проще. Что же касается, конечно же, Сергея Кивалова, ну, лично мое мнение, я не претендую на какую-то истину, или, и не знаю, насколько правдива моя версия, но мне кажется, что это стало следствием предыдущих переговоров, когда Сергей Васильевич пытался с разными кандидатами как-то обсудить продвижение своих интересов, в случае, если он поддерживает какую-то кандидатуру. Очевидно, ну, мне так кажется, что поскольку эти переговоры его не удовлетворили, или они не в той мере удовлетворили, как он хотел бы, именно поэтому я так понял, что он решил, что попробовать выставить свою кандидатуру и попытаться самому, как бы, и поднять одновременно рейтинг своей партии, которая баллотируется в городской совет, а с другой стороны, как бы, заявить о себе. А, возможно, там уже это как-то, даже, может, и как-то сдвинет переговоры, которые он ведет. Теперь начинаем, теперь, да, спасибо большое, теперь начинаем разбирать более детально. Начнем с Александра Боровика. Во-первых, вот, на ваш взгляд, то есть, мне кажется, что попасть во второй тур, если он будет, у Боровика шансов куда меньше, чем у Гурвица и Кивалова. Ну, может быть, на равных шансах со Светланой Фабрикант. Если господин Боровик не проходит даже во второй тур, это каким-то образом, хоть каким-то образом не ухудшит отношение команды Михаила Саакашвили. На мой взгляд, что Саакашвили, что ближайшая там тройка-пятерка человек, это, по сути, одно единое. Сам Михаил Саакашвили так заявлял, вот, мы команда, мы единое целое. То есть, если не иду я, да, выглядит логично. То есть, губернатор будет дальше управлять областью, а вот одного из замов, который сейчас уйдет в отпуск, потому что нельзя баллотировать. Да, вот он дал возможность позаниматься общественной деятельностью. Но для меня лично, что проиграл Саакашвили, что проиграл Боровик, для меня одинаково. На этих выборах господин Боровик, который мало известен в Одессе лично, который мало знает элиты, которого мало знают одесситы, потому что все медиапространство, все внимание на себя выгребал, собственно, Михаил Николозович. Да, и вот появляется Александр Боровик, такой вот весь чистый и красивый, говорит, что, ребята, я так здорово себя чувствовал в Соединенных Штатах и приехал к вам быть мэром. То есть, вот, вот, по сути, сплошной посыл. Это что, панацея для команды Саакашвили или это так, как говорят в Одессе, отмазаться? Нет, я думаю, что это и не панацея, и не попытка отмазаться, но это во многом развязывает руки саму Саакашвили. То есть, получается, да, Александр Боровик, он никому неизвестен. У него сейчас, вот, если брать его просто как выдернуть, да, из этой среды и просто вот сам по себе, у него нет ни медиаподдержки какой-то, у него нет ни связи, которые могли бы ему помочь на этих выборах. То есть, он сам по себе очень слабый кандидат. Но все понимают, что Александр Боровик, его рассматривают не как самого человека, а как человека Саакашвили. И вот в этом связи, у него, он может очень хорошо сыграть. Это будет сейчас во многом зависеть от того, как будет Саакашвили действовать. Потому что, да, он говорил, что он не будет вмешиваться в выборы. А он будет агитировать? Вот, он сказал, ну, как бы, что вы отмечаете? Это мой человек, как я могу что-то плохое сказать против моего человека. Поэтому вот именно вот от того, как Саакашвили будет действовать, будет во многом зависеть и рейтинг Боровика. И я хотел бы обратить внимание, что, а на чем электрате будет играть Боровик? Ведь, по большому счету, он будет отбирать голоса у Гурвица, в первую очередь. Это раз. Во-вторых, есть значительное число даже патриотически настроенных граждан, которые не хотят, не любят Труханова, но, тем не менее, они готовы за него проголосовать, лишь бы не был Гурвиц мэром. И для них в этой ситуации голосование за Боровика более логично и более, как там, морально легче, чем голосовать, к тому же, за Труханова. Давайте сразу определимся. Да, мы играем в игру, ну, если мы говорим об этой пятерке, 3 плюс 2. То есть, Кивалов, Труханов и Фабрикант, они, как говорят на профессиональном сленге, пасутся на том электорате, который еще в 2004-м, многое поменялось, ну, с тех времен мы, да, еще разделяем, да, на оранжевый электорат и бело-голубой. То есть, можно признать, что эта тройка ближе к бело-голубому электорату, понятно, там, в разных перспективах. А Боровик и Гурвиц ближе к оранжевому электорату. Понятно, что кроме конкуренции среди всех, каждый из них, вот, будет отбирать часть своего электората. То есть, появление Боровика играет далеко не на руку Гурвицу. Но появляется Боровик, и тут же появляется Сергей Кивалов, который сегодня, согласно всей социологии, проигрывает мэру, но он у него оттягивает очень серьезно голоса. То есть, тут где-то уравнялись шансы, скажем, пока лидеров Труханова и Гурвица. Тут я хочу акцентировать на другом внимании. Это настолько сильная позиция, на ваш взгляд, аппарата президента, или это взвешенное политическое решение команды Саакашвили? Я думаю, что здесь симбиоз этих двух вариантов, потому что и администрация президента ожидала, что нужно, чтобы от нас кто-то был. И, конечно же, окружение, ну, не скажу окружение Саакашвили, сколько... Давайте команду Саакашвили. Давайте оставлять его форму. Я думаю, что все-таки более корректно будет сказать, что окружение председателя Одесской областной организации партии «Солидарность» Булка Петра Порошенко, да, Алексея Гончаренко. Мне кажется, это более логично говорить о том, что это больше его инициатива была, нежели Михаила Николаевича. Инициатива Гончаренко? Я думаю, да. Сейчас говорят о другом, что Гончаренко был готов сам выдвигаться. Насколько не сомневаюсь. У нас есть звонок, да. Давайте возьмем звонок. Добрый вечер, вы в эфире, мы слушаем вас. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, а меня слышно, да? Да, конечно. Будьте добры. Вот все говорят уже... Вы понимаете, вот у нас комиссии со времен Костусева не меняются. И все говорят о выборах, кто победит. А у нас вся комиссия сформирована от Труханова. И это точно так же было в 2010-м от Костусева. И уже как бы все предопределено. Почему никого это не трогает? Ни того же Кивалова, ни того же Боровика, никого... Ну, пускай будут честные выборы, пускай победит сильнейший. Но мы уже... Можно уже не ходить. Вот. Спасибо. Спасибо. Комментируйте, я тоже попробую. Хорошо, с удовольствием. Очень хороший вопрос, очень правильный. Да, действительно, сейчас такая ситуация, что, ну, эксперты говорят, большинство комиссий действительно принадлежит действующему городскому голове, который от разных политических сил поставил своих людей, и они по зеребьевке выпали, прошли. Те, кто не прошли, сейчас заводятся заменами. То есть от других партий проходят. Но это нисколько не означает, что позиция избирателя в этой ситуации, она ничего не меняет. Наоборот, именно потому, что они не доверяют избирателям, именно поэтому они пытаются компенсировать это, возможность что-то подправить, подрихтовать, подфальсифицировать в комиссиях. Это один аспект проблемы. Другой аспект проблемы в том, что в отличие от 2010 года, мне кажется, само гражданское общество стало более зрелым, и гораздо будет более тщательный контроль этих выборов. То есть и сами политические партии, уже посмотрев его очи, убедившись в том, что выборы могут пройти грязно, как у нас было в 2010 году, когда было полнейшее вакханалие, нарушение законов, подтасовки, и ничего нельзя было сделать. Это, с одной стороны. С другой стороны, общественный сектор стал более серьезным. Я знаю, что в комитет избирателей Украины приходят многие волонтеры, одесситы, которые готовы бесплатно контролировать на участках законность волеизъявления и справедливость проведения выборов. Поэтому в этой ситуации, и штабы, конечно же, которые тоже у нас очень часто пошли выборы, 2010 год, местные выборы президентские, потом 2012 год были парламентские выборы, 2014 год досрочные парламентские, досрочные президентские, и вот вновь у нас опять выборы. То есть часть людей, профессионалов, которые занимались выборами, они постоянно были в теме, они оттачивали технологии, они оттачивали навыки, и они в эту компанию пришли более подготовленными, более серьезными, нежели это было в 2010 году, когда, я напомню, местные выборы впервые в истории Украины проводились отдельно от всех других выборов. То есть именно впервые было, мне кажется, в многом это объясняется, вот той растерянностью штабов, которая тогда была. В этот раз я не думаю, что пройдут те технологии и те манипуляции, которые были в прошлый раз. Ну, я бы добавил только одно, что, ну, во-первых, можно уже не ходить, уважаемая телезрительница, ну, пожалуйста, не рассуждайте так. Потому что чем ниже явка, тем проще проводить фальсификации. И именно во многом явка избирателей поможет тем или иным наблюдателям, чтобы я ни за кого не агитировал, да, будучи ведущим. Тем или иным наблюдателям, тем или иным, пусть они будут в меньшинстве членам избирательных комиссий, сохранить реальное воле изъявления. Это раз. Во-вторых, несмотря на такое, во-первых, и на такое формирование комиссии надо тоже посмотреть. Надо признать, что те политики, те политические силы, которые собирались быть оппонентами Геннадия Труханова, проявили в очередной раз, ну, скажем так, мне непонятную близорукость. То есть пропустив этот удар в 2010 году, когда Эдуард Иосифович был мэром, сейчас не готовится в 2015. Ну, на мой взгляд, это было кошмарно. Собственно, как и в 2013, я не ошибаюсь, если у нас были перевыбы. В 2014. В 2014. То есть вопрос в том, что подготовка, в том числе техническая, подчеркиваю, не технологическая, а именно техническая, комиссии, переговоры между различными политическими силами, это тоже избирательный процесс, и это тоже отношение к нам, к избирателям. И если кто-то проиграл на этом этапе, зная такие, скажем так, особенности наших выборов, то это плохо. Это первая сторона. То есть надо учитывать это, но тем не менее обязательно идти на выборы, и идти на выборы всем одесситам. И второе. Дело в том, что современная избирательная система, если отставить вопрос мэров, очень серьезно нивелирует, то есть делает менее значимую роль комиссий, когда мы будем избирать депутатов городского совета. И поэтому очень важно идти. Потому что даже при таком, на ваш взгляд, неприятном составе комиссий, за счет того, что вы проголосуете за те политические силы, которые ближе вам по духу, ближе вам по убеждениям, и если они получат существенное представительство в городском совете, то даже в случае неблагоприятных выборов мэра можно будет серьезно противостоять. Поэтому, пожалуйста, идите на выборы, и так не будем рассуждать. Хотя, да, я с вами соглашусь, и соглашусь с Ярославом, что большинство людей в комиссии считают людьми, которые ближе к Труханову, чем кому бы то ни было. Мы поговорили о Сергее Васильевиче Кивалове, о Боровике. Теперь давайте разберемся, кто чей технический кандидат. До выборов, до начала выдвижения. В кулуарах, скажем так, одесских политических говорили много о том, что есть некий молчаливый пакт между Эдуардом Гурвицем и Сергеем Киваловым. Что в те или иные времена Гурвиц пользовался поддержкой Кивалова, в свою очередь, оказывал определенную поддержку. Что у них, как сам говорит Эдуард Иосифович в своем интервью, нормальные человеческие отношения, мы не можем копаться. Насколько поможет Кивалов Гурвицу своей кандидатурой в избирательном бюллетене, на ваш взгляд? Он очень серьезно его уже выручил, уже сейчас. Поскольку раньше чаша весов, баланса, она была склонена к Труханову, потому что против него идет Гурвиц, Боровик, чаша весов переместилась, все голоса, получается, больше Труханову помогают. Сергей Кивалов, когда вступил в эту гонку, он сравнял эту систему, и получается, он уже убрал доминирование, которое было. То есть вы считаете, что он все-таки оттянет от Труханова достаточно голосов, для того, чтобы помочь или Гурвицу, или Боровику уравняться? Да, потому что если раньше, я бы сказал, если бы Сергей Кивалов не вступил в эту борьбу, то я бы сказал, что неопределенность была бы, кто же пройдет во второй тур, Гурвиц или Боровик, потому что у Гурвица большой антирейтинг, а у Боровика маленький рейтинг. Низкий рейтинг. Да, да, и вот тут как бы ситуация была непонятная. Сейчас же, когда Кивалов урезонил эту систему, уравнял, получилось так, что Гурвиц вновь свою, ну, как бы, заявку на второе место, как бы в плане, вот в первом туре хотя бы, он взял. А если он приходит, а суть в том, что важно, кто пройдет во второй тур, потому что во втором туре вообще никто не может предположить, как сыграют голоса. Потому что многие могут сказать, что я хотел проголосовать за кого-то третьего кандидата, его сейчас в бюллетенях не будет, я останусь дома. То есть никто не знает, чьи же избиратели все-таки проявят силу, мужество, пройдут на эти участки, отдут голоса. И могут проголосовать за кого-то. Давайте вернемся к этому. Лишь бы не за кого-то. Какова вероятность? Напомним телезрителям, что впервые выборы мэра проводятся по системе, когда предполагается два тура. Что долго не объяснять, так как у нас с президентами. Если кто-то набрал 50% плюс один голос из тех, кто пришел на избирательные участки, тогда выборы в один тур. А в противном случае, если никто из кандидатов в данном случае на пост городского головы не набрал больше 50% голосов, два наиболее рейтинговых кандидата встретятся во втором туре и будут решать между собой, кто же из них достоин этого кресла. На ваш взгляд, на сегодняшний день, возможно, победа... Ну, лидером гонки является господин Труханов. Возможно ли его победа, ну, согласно социологии, не в моем церкви? Да, в первом туре. Нет, я никогда бы, наверное, не сделал ставку на это. Потому что, как бы не были сильны его позиции, и можно говорить о том, что очень серьезно применялся административный ресурс, и, уверен, будет применяться медиаподдержка. Вся деятельность на протяжении этого года вела Геннадия Леонидовича к тому, чтобы вступить в борьбу, он подготавливал позиции, он там все наращивал мышцы, скажем так, политические. И он все равно понимает, что он в первом туре никак не побеждает. Я не знаю, что нужно сделать в Одессе такого, чтобы вся Одесса сказала, да, вот ты будешь достоин стать нашим мэром. И поэтому вот после этой реплики следующий вопрос. До вступления в борьбу господина Кивалова, вступления в борьбу Боровика выглядело, как просто пас Кивалову от пропрезидентской силы. Вы так оцениваете это? Ну, я оцениваю, во-первых, причину и факт, да, следствие. Я не скажу о причине, я не знаю, почему так случилось, но по факту выглядит все так, как вы сказали. То есть реально он, получается, вытягивает, и это был пас. Почему? Смотрите, какая ситуация. То есть, да, у нас есть политика, вот, пожалуй, из всех, кого мы называем, только Александр Боровик без бэкграунда, без какой-то истории политической в Одессе. Каждый из кандидатов имеет свою политическую историю, все понятно. На сегодняшний день при вот таких раскладах у БПП был достаточно очевидный, то есть при прочих ратных, кандидат господин Гончаренко. Напомню, что в 2010 году господин Гончаренко снял свою кандидатуру с выборов в последний момент. Он собирался идти от ППП. Его не пускали от партии регионов, шел Костусев, он был готов идти самовыдвиженцем, провел громадный, яркий, запоминающийся митинг на площади 10 апреля и не пошел. На ваш взгляд, почему... У нас есть звонок, поэтому попрошу, если можно кратко. Что, на ваш взгляд, произошло, почему Гончаренко не стал тем самым кандидатом в Одессе от БПП? На этих выборах. На этих выборах. Я думаю, что его очень большой, ну, значительный антирейтинг и разочарование в нем одесситов. Когда он в прошлый раз буквально за пару дней до выборов кричал, что я по-любому иду, я ручаюсь, я иду. А потом последний момент сказал, что, ой, вы знаете, я не пойду. Ну, мы все знаем или догадываемся, какие были причины того. Но, однако, этот момент, он очень серьезно порезал его. Был объективный политический компромисс. Ему дали номер первый в областном списке и практически гарантировали, что он войдет, что он станет... Это совсем другое. Это совсем другое, Игорь. Это совсем другое. Облсовет, несмотря на то, что он в иерархии органов местности управления является выше, все понимают, что места в списках в Одесский горсовет продаются значительно дороже. И депутатом быть Одесского городского совета гораздо престижнее, чем быть депутатом областного совета. Именно потому, что здесь очень серьезная коррупционная составляющая. И это раз. А второе, по поводу, возвращаясь к Алексею Гончаренко, когда он прошел тот рубеж, когда он мог сказать, что да, я в интересах партии, для того, чтобы не раздваивать. Он тогда уже прошел эту зону конфликта, он показал, что я иду. Все на него уже начали делать ставки, рассматривать как реального кандидата. И он уже слишком поздно, его, скажем так, настоятельно убедили снять свою кандидатуру. У нас звонок телезрителей. Добрый вечер, вы в эфире. Ага. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы задать вопрос эксперту. Он упомянул о том, что обязательно на выборах будет присутствовать админресурс, если я не ошибаюсь. Да. Все верно. Скажите, пожалуйста, на чьей стороне, на стороне какого именно пофамильного кандидата будет этот админресурс? Спасибо. Я отвечу так, что админресурс, он всегда на стороне тех, кто имеет власть. Власть различная. В данном случае, учитывая, кто у нас баллотируется на местных выборах, это действующая городская голова, админресурс будет использоваться им. Я думаю, что вопрос был задан не случайно. Я понимаю, что телезритель очень хорошо понимает, почему он его задавал. И наверняка тоже помню, что в 2010 году, когда баллотировался и Эдуард Гурдвиц, и Алексей Костусев, там была чуть сложнее ситуация. И там вышло так, что оба кандидата использовали админресурс. Городской голова использовал ресурс городской администрации тогда, чтобы как-то получить какую-то помощь. А Алексей Костусев, его админресурс был со стороны губернатора тогдашнего шоу. Почему вы сейчас не включаете в этот список господина Боровика? Ведь он представитель губернатора современного. Во-первых, чисто из-за того, что состав администрации очень серьезно менялся. Мы можем вспомнить, сколько у нас губернаторов было за этих пять лет. Множество. Каждый из них приходил со своей командой. Ну давайте за последние два все-таки говорить. Потому что с 2010 по 2013 господин Матвейчук. Хорошо, да, Матвейчук. Потом у нас был, получается, Скорик Немировский. Скорик Немировский палится. Да, палится. И вот сейчас Саакашвили. Пять губернаторов за буквально всего ничего. За два года. Каждый приходил со своей командой. Каждый смещал кого-то. А вот, говоря о Саакашвили, так вообще. У него тут не было каких-то особых... И думаю, что и сейчас не особо есть какие-то бизнес-связи с кем-то или другие какие-то связи. То есть вы считаете, что облгосадминистрация недостаточно мобильна для такого ресурса? Это раз. Во-вторых, они очень серьезно урезали свои штаты. Они поувольняли многих сотрудников. И они объективно не выстроили еще эту систему. Не выстроили у них этот вот вертикальный внутри. Хорошо, буду настойчивым. Поставлю вопрос иначе. Тем не менее, областной совет два года. Сначала находился под контролем Алексея Гончаренко. Сейчас Михаил Шмушкович, который не скрывает, что он близкий соратник Алексея Гончаренко. Есть ресурс облсовета. Он будет использован? Он не будет использован. Почему? Потому что все понимают, что возможно в ближайшее время мы получим, помимо местной компании, мы получим еще парламентскую. В парламенте сейчас очень нездоровые процессы, очень серьезная борьба, очень серьезное противостояние. И будут идти в большой доле вероятности досрочные парламентские выборы. И в этой ситуации Петру Порошенко, как главе партии «Солидарность» и блока своего имени, ему крайне невыгодно будет, чтобы в Одессе вот эта вот шла борьба. Потому что она будет, сейчас это возможно и будет на руку кому-то из кандидатов, ну тому же Боровику. Однако в таком стратегическом плане она будет рубить его шансы на парламентских выборах. Потому что нет контроля, нет стабильности работы. Потому что ветви власти между собой воюют. Ему это не нужно. Я слышу, я хочу спросить, есть звонок? Потому что у нас осталось две минуты, давайте быстренько возьмем звонок. Алло, если можно, очень коротко. Я хотела... Будьте добры, мне очень нравится ваш гость, и его прогнозы сбываются. Он такой молодой, но он очень умный, продуктивный, и хочется его спросить. Скажите, пожалуйста, а вот выборы президента, президентские выборы, нам не грозят? И насколько продержится господин Порошенко? Понятно, спасибо. Вопрос очень хороший, но, к сожалению, я вот не смогу так вот взять и вам однозначно ответить, сколько это будет. Потому что у Петра Порошенко сейчас очень сложная ситуация. Он пытается лавировать между различными течениями в парламенте, между ситуацией на фронте, между дипломатией, скажем так, Запада и России. И у него ситуация меняется очень часто. Поэтому сказать однозначно, вот как это повлияет, я не могу. Могу только сказать, что досрочные парламентские выборы, если они пройдут не очень успешно для блока Петра Порошенко, они очень резко повышают шансы того, что нас может ожидать досрочные президентские выборы. А пока, если же, так скажем, исход выборов парламентских будет благоприятным для президента, тогда он досидит свой срок до конца, доуправляет и сделает свою каденцию до конца. Ну, я позволю себе вольность. Я скажу, ну, во-первых, при той системе власти, которая сейчас есть, первые всегда будут сдавать парламент, потому что это все-таки парламентско-президентская республика. И у Петра Алексеевича Порошенко будет еще не один год, но, думаю, год минимум, достаточно ресурсов для того, чтобы после одних досрочных парламентских выборов зарядить другие. Либо максимально оттянуть ситуацию с назначением премьер-министра после ближайших парламентских выборов. И вот этой вот премьер-риаде, как у нас говорят, можно достаточно много времени погубить и продолжить. Поэтому давайте будем говорить так, что фигура Петра Алексеевича сейчас себя чувствует достаточно крепко. Второй вопрос, насколько он должен будет мириться и с какими соратниками потом садиться за стол переговоров. Это очень тяжело. И, кстати, в этом отношении местные выборы тоже очень значительны. Потому что особенно будет значительное положение в коалиции. Если силы, политические силы, которые сейчас в коалиции представлены, меньше, чем блок Петра Порошенко и фронт ЗМИН, которые вроде бы сейчас идут одним списком, если достаточно прилично на местных выборах по всей стране возьмет само Помич, Бют и радикальная партия, то позиции Петра Порошенко в коалиции сильно пошатнутся, что приблизит парламентские выборы. В общем, ситуация очень непростая. Сама фигура крепкая, но какая будет свита, которая будет играть этого короля, ситуация очень непростая. И как пойдут процессы во многих других сферах, в том числе и на фронте, и переговоры, и соглашения. Все очень тяжело. И очень многое зависит от того, насколько Россия будет активнее учить на востоке страны. И насколько, например, будут удачными или неудачными переговоры сейчас в нормандском формате, которые будут играть значительную роль. Мы, к сожалению, исчерпали наше время. Ярослав, давайте я попрошу вас спрогнозировать, когда ближайшая точка напряжения, когда мы могли делать с вами аналитические выкладки, скажем, на день голосования за неделю, за 10 дней. Может быть, раньше какое ваше точка зрения? Я думаю, что лучше всего делать за две недели до выборов, потому что тогда будут созданы участковые комиссии, и мы посмотрим, какой расклад там, какие кандидатуры туда попадут, какие партии и кандидаты получат большинство в этих комиссиях. И мы будем видеть, как наши кандидаты, которые сейчас пятерка в фокусе, как они начнут работу, на что они будут бить, будут ли критиковать друг друга, какие будут СМИ использовать, как будут вести свою компанию в целом. И мы сможем уже как-то более прогнозировать, что мы будем ожидать в день выборов, и какие результаты местных выборов будут для всей конфигурации работы местного самоуправления в Одессе. Абсолютно солидарен, добавить нечего. Ярослав, большое спасибо, что пришел на эфир. Уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами за две недели до выборов. Обязуюсь пригласить Ярослава и попробуем с ним проанализировать еще раз, что есть, что будет, чем сердце успокоится. А на сегодня я с вами прощаюсь, а вы оставайтесь на Медиаинформ. С нами всегда интересно. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»